В наше время главное украшение стола что? Телевизор, да еще и с несколькими десятками каналов с высоким разрешением. В семье Глазковых в каждой комнате по незаменимому экрану. Для внуков мультфильмы, для старшего поколения новости и, конечно, любимые сериалы. 265 каналов, но платить за них приходится ежемесячно. Для пенсионеров это немалые траты. Глазковые ждут с нетерпением, когда в Атяжевский район придет современное, а главное бесплатное цифровое вещание. Мы не дождемся никак. Мы недавно в газете «Вперед» читаем, в ноябре уже будет это действовать. Не дождемся никак. Рады. Еще желательно 20 каналов. Как можно быстрее. Бесплатно, конечно. Ждать долго не пришлось. С помощью министра информатизации и связи республики на двух телевизорах подключилась первая десятка бесплатных каналов. В первый мультиплекс входит первый канал «Матч-ТВ», пятый канал «НТВ», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ТВЦ» и «Общественное телевидение России». С ноября будут доступны еще 10 каналов. Среди них «Пятница», «СТС», «ТНТ» и «Муз-ТВ». Игорь Вальфсон подсоединяет приставку и уличную антенну дециметрового диапазона. Для настройки хватает всего пары минут. Ручной поиск. Устанавливаем номер канала. 49-й, да. Значит, сейчас немножко подождем. Да, вот сразу показывает, что уровень сигнала достаточно высокий. Нажимаем «Ок». Принять. Поиск каналов, поиск программ. Поиск закончен практически. Первые 8 сразу находит, потом дополнительные еще, два телевизионных, три радио. Все, настройка закончена. Повторяем процедуру на следующем телевизоре, но уже с домашней антенной. Сигнал хороший, поэтому и здесь все ловят отлично. Пройти такую настройку цифрового вещания нужно всем, кто все еще использует аналоговое ТВ. С 1 января 2019 года в районах Мордовии телеканалы, обозначенные буквой «А», просто пропадут. Параллельное вещание двух сетей, более современной цифровой и уже отсталой, практически везде исчезнувшей аналоговой, бессмысленно в дальнейшем. И экономически нецелесообразно. Затратно. 40% всего населения Отяжевского района до сих пор используют аналоговое телевидение. Чтобы донести до населения необходимость перехода на цифровое ТВ, в район администрации собрали совещание, куда пригласили глав сельских поселений, местных жителей и прессу. Наглядно показали, как проходит настройка телеканалов и какое понадобится оборудование. Если говорить о ценовой составляющей, она в общем небольшая на самом деле. Потому что приставка стоит 600-700, примерно 800 рублей для слабенького телевизора, несовременного. Антенна 300 рублей стоит дециметровая, 350. То есть это не гигантские деньги. Выигрыш заключается в том, что люди вместо 6-7 аналоговых каналов, которые сейчас они принимают на обычную антенну и смотрят в плохом качестве, получат возможность смотреть в хорошем качестве 20 телевизионных каналов. К процессу нужно подходить субъективно. Если у вас достаточно современный телевизор, не понадобится и приставка. Можно поэкспериментировать и с домашней антенной. Если у старшего поколения возникнут проблемы, помочь в установке сможет молодежь. Среди них в районе 26 студентов факультета электронной техники. Пока есть три месяца, а не потом, когда останется уже три дня, а в январе уже начнутся потом звонки и начнутся недовольствия. Мы сегодня пригласили вот туда у нас золотую молодежь. Она тоже должна вот эту информацию, значит, мало того, что, значит, раздать, поделиться с этой информацией и помочь. В тех, значит, семьях, где есть, значит, молодые люди, молодые специалисты, они справятся. Нам вот опять один на один не оставить вот пожилых людей. Несмотря на то, что в Атяшевском районе нет своей телевышки, сигнал хороший. Он поступает из соседних населенных пунктов – Ордатова, Чамзинки и Дубенок. В Мордовии построена цифровая сеть вещания с покрытием в 99% населения и территорий в сравнении с другими регионами. Это очень хороший показатель. Президент указал, что мы теперь будем развиваться немножечко по-другому. Не экстенсивно, а интенсивно, на основании больших данных. И для цифровой экономики, для нового развития России очень и очень необходимы частоты, которые освобождаются аналогами телевидения. Освободившиеся частоты пойдут на развитие сотовой связи, транспорт и прочее, прочее, прочее. И на то же самое телевидение – вторые, третьи, десятые мультиплексы. Изменения не коснутся тех, кто использует спутниковое и кабельное телевидение. И автоматических расторжений договоров с вашими операторами связи не будет. Но всем, кто хочет подключить бесплатное и современное цифровое телевидение, нужно заняться настройкой в ближайшее время. Марина Солонина, Сергей Соколов. Народные новости из Атяшевского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова